Всем привет, дорогие друзья! Еще расскажу о одном интереснейшем празднике. Отличительной способностью или отличительной возможностью, которая нам всем предоставляется, это то, что подобные рассказы, подобные истории дают благословение. То есть, прослушивая, зачитывая, рассказывая и, дорогие друзья, просто распространяя, допустим, данный ролик, для примера, у нас у всех есть соцсети, речь не только об этом ролике, а о предыдущем, допустим, в котором я рассказывал, о Джае и Кадыше. Когда мы делимся подобными историями, и у людей появляется возможность соприкоснуться с данными знаниями, они получают благословение от данной истории, просто прослушивая. И мы получаем благословение за то, что еще и распространяем. Мало того, что мы получили благословение за то, что сами прослушали, мы еще и получаем благословение за то, что распространяем данные истории. Это тоже очень-очень сильно, на самом деле, будет сказываться на нашей судьбе и приносить очень-очень много изменений в нашу жизнь. Поверьте, это так и есть. Многие трудности, допустим, я смог решить благодаря тому, что записываю ролики, и в состоянии созерцания, в состоянии медитации были знаки, указывающие на то, что судьба меняется именно благодаря этой самой деятельности. Я всем рекомендую, делитесь роликами, поверьте. Вот такая простая деятельность, такое простое деяние, как возможность поделиться подобными историями, подобными знаниями, оно приносит благословение, и эти благословения пойдут в любом случае на наше собственное развитие, на наши семьи, на наше окружение, на наше благополучие в том числе, даже в первую очередь. Только что дверь открылась, это малыш забежал, супруга его остановила, так что не обращайте внимания на звуки. Да, если его запустить, конечно, записать ролик я не смогу, так что извините еще раз. Все, давайте я сейчас зачитаю историю, связанную с праздником Вараха-2-даши. Не знаю, я обожаю это божество. Это аватар в образе вепря, то есть кабана, дикого кабана. Не знаю, почему мне нравятся вот такие вот экстремальные ситуации. Обожаю Нарисимху, но мне нравится Нарисимха из-за своего вот этого вот всепоглощающего гнева. Я в буквальном смысле наслаждаюсь этим гневом, не знаю почему. Вот я иногда думаю, что я какой-то неправильный, но не знаю. Вот Вараха мне нравится из-за своих каких-то мистических трансцендентных качеств, ведь на самом деле в те времена, когда Вараха явился, на земле были тысячи святых, друзья мои, тысячи святых, но никто не смог справиться с этим демоном. И Варахе пришлось явиться в облике животного. Понимаете, не в облике святого, не в облике божества, не в облике какой-то там личности, сущности, в облике животного. Это просто диву даешься. Да, вот, да, а ведь на самом деле в те времена жили Риши, это времена Риши, когда Риши обладали такой духовной силой, ну, по сути равной богам. Они могли все, но они не могли ничего сделать. И тут приходит Господь в облике кабана. Парадокс просто. И знаете, в облике кабана он спасает планету, он делает то, что не смог сделать, не смогли сделать какие-то великие Риши. Как бы, я с уважением отдаю, как бы, дань традиции индуизма, да, но все же, каково величие и какова духовная сила? Прийти в облике кабана и спасти целую планету, да, прийти самым низшим, самым примитивным, самым никчемным, но при этом проявить такое величие. Ну, кто из нас-то на такое способен? Да никто. Да знаете, это история из грязи в князи. Да, вот. И мне вот этот элемент нравится. Нравится своим каким-то парадоксальным состоянием, трансцендентным состоянием. Обожаю, просто обожаю. Вараха – это вот… У меня есть божество, Вараха Лакшми на алтаре. Я, если честно, я вот действительно иногда глаз не могу оторвать, потому что он прекрасный. Божества, они сами по себе очень прекрасны. Давайте, зачитаю историю. У каждого воплощения Господа есть определенная миссия. И эта миссия всегда неординарна. Выполнить ее не под силу ни одному другому живому существу. У верховной личности Бога, как и у каждого из нас, есть разнообразные желания. Иногда он приходит в материальный мир, чтобы исполнить какие-то из этих желаний, и они становятся событием вселенского масштаба. Ну, относительно аватаров, здесь, конечно, очень мягенько написано. Иногда он приходит в материальный мир, чтобы исполнить какие-то из этих желаний. Варахадев на самом деле каждый день женился на новой невесте. То есть, у него каждый день была свадьба. Кроме того, что у него была в супругах богиня Лакшми и богиня Пхумидеви. То есть, и богиня Лакшми, и Пхумидеви – это форма одной богини. Ну, то есть, Пхумидеви – это та же самая Лакшми, которая проявляется… У Лакшми восемь форм. Она может проявляться в совершенно разных формах. Та же самая богиня Дурга – это гневная форма. И в форме богини Дурги она проявила также восемь гневных своих форм. Ну, восемь – это число женской силы. Кстати, Кришна родился восьмым ребенком. Иванга упоминала о восьмом. Помните это пророчество? Придет восьмой. Прямое указание на то, что пророчество связано с традицией индуизма. Так. Деяния бога в любом его воплощении всегда необычны и величественны. Он может явиться в любом облике, который пожелает. В облике человека, как Рамачандра, полубога Вамана. Рамачандра – это господь Рама, когда он спасал Ситу. Вамана – это господь, который с помощью трех шагов отнял весь мир, все три мира у демона. Или любого другого вида жизни, в том числе не существующего в этой вселенной. Например, Нарисимха – получеловек, полулев. Да, но это вот, это существо действительно не существует в этом мире. И когда Брахма благословлял Хирани Кашипу, он упомянул всех живых существ. Всех. Вот перечислены были все. Невозможно было обойти. То есть, с помощью интеллекта, с помощью ума и Брахма, и Хирани Кашипу, они исключили все вероятные возможности для того, чтобы обойти благословение Брахма. Но Нарайана обошел. Он явился в облике человека-льва. Того, чего в природе не существует. Но он явился, выполнил миссию. Вот это и есть состояние из-за пределов ума. Это то, что не может человеческий ум. Я поэтому иногда подчеркиваю, что состояние нашего интеллекта, нашего ума, оно всегда несет элемент узости. То есть, мы вольны действовать только в пределах тех возможностей, которые нам ум предоставляет. И все. Вот то, о чем мы не знаем, мы не сможем понять, осознать, увидеть, представить. И все. Как-то так вот. Но когда он приходил, его деяния не оставляют сомнений, что это сам Верховный Господь. Так, когда Господу захотелось поплавать, он воплотился, как рыба-матья. А бассейном для него стали воды Вселенского потопа, Вселенского океана. А облик Курмы-черепахи Господь принял потому, что ему захотелось почесать спину. При этом спину ему чесала золотая гора Мандара. Одна из самых больших и тяжелых гор во Вселенной. Варахадев тоже относится к числу таких необычных воплощений. Господь пришел в облике гигантского вепря, и миссия его вполне соответствовала масштабу его игр. Он поднял на своих клыках землю, которую демоны погрузили в воды океана Горбходака. Очень важный элемент, друзья, на самом деле. Очень важный. Смотрите, что сейчас происходит на планете. Мы ведь настолько все погрузились в мир материализма, мы настолько все стали атеистами до мозга костей, что среди нас духовных существ, ну, можно сказать, что нет. Давайте не будем кого-то обманывать, давайте прямо, по существу. Духовных существ нет. Но кто же тогда мы? Мы все погрязли в состоянии материализма. Но захваченность материализмом, эгоизмом, цинизмом, своими желаниями – это путь, друзья мои, демонических существ. Не обижайтесь. Я никого никогда не хотел обижать, и не обижаю, и не буду обижать. И не стремлюсь к этому. Мы просто разбираем нашу природу. Она довольно простая, и легко понять. Ты либо туда, либо вниз. Все. Ты либо божество, либо демон. Вот этого серединки нету. Понимаете? То есть, на этом пути. Да, есть люди, которые считают, что это возможно. Это невозможно. Когда твой ум погружен в состояние невежества, тамоса, тамагуны, тогда да, это кажется, что есть такая прослойка. И многие люди, в действительности, так и думают, что я не там и не там. Я ни плохой, ни хороший. Но таких не бывает. Такие бывают, если человек находится полностью в состоянии невежества, и он просто не знает свое состояние. Но с помощью духовного зрения, там можно будет увидеть, что там далеко все не так хорошо, как человек о себе думает. Так вот, что мы в этом нашем, не совсем чистом состоянии, делаем с планетой? Вот живя на планете, следуя нашим материальным каким-то захваченностям, нашему эгоизму, нашим озабоченностями, связанными с желанием. Что мы делаем? Мы, по сути, топим планету. Куда? Мы ее опускаем в нижние миры. То есть мы сейчас находимся в том же самом состоянии, которое было, когда демоны погружали нашу планету в нижние миры. Природа одна и та же, принципы одни и те же, путь один и тот же. Вот и все. Именно поэтому Господу приходится всегда приходить на землю для того, чтобы просто спасти ее. Иначе, ну как вот? Ну мы же, мы вроде как, знаете, такие все чистые и пушистые, а на самом деле, если бы мы такими были, ему бы не приходилось, к Кришне не приходилось там 24 часа, ой, 24 раза приходить на землю в разных формах своих. Вот. И причем все они практически гневные. Да, то есть нет ни одной мирной формы Господа. Нет ни одной. Вообще ни одной. То есть он ни разу не пришел ради того, чтобы каким-то образом там порадоваться, отдохнуть на планете. Всегда приходит и пашет, пашет, как конь в поле. И так, знаете, иногда зачитываешься этими историями. Но вот, ну хоть бы раз пришел там, ну да, в конце он, конечно, там наслаждается жизнью, у него там жены, Лакшми, да, но до этого он, знаете, перекосит кучу демонов, спасет планету. Там, ну, вы же сами читали, там, разрывает демоны, весь в кишках там сидит, да, и так далее. Там, вот, ну это сначала такая жесткая работа, потом он, конечно, успокаивается, да, но пока что, ну вот, вот такие вот ситуации. И действительно, это работка такая себе. Вот, поэтому давайте беречь нашу планету. Она маленькая, скромненькая, красивая, добрая, ласковая, кормит нас. Может, давайте все-таки мир, чтобы наш был чистым, не мусорить, быть добрыми, друг другу помогать. Иначе опять Кришна придет. Тогда нам не поздоровится. Так. Дальше продолжаем. Этот океан заполняет ни много, ни мало всю нижнюю половину вселенной. Вот, вот как это было. Давным-давно жил на свете демон по имени Хираньякша. Он был младшим братом Хираньяк и Шипу. Он сделал так, что земля постепенно начала погружаться в воды мирового океана. Господь Брахма, создавший вселенную, чувствовал себя беспомощным. Он не знал, что делать. Наконец, он отправился к Господу Вишну Нарайане и принял у него прибежище. Когда Господь Брахма медитировал, из его ноздри возник маленький вепрь. То есть, Шри Нарайана в облике вепря проявился из ноздри Брахмы, вылетел. Он был размером с кончик его носа. Маленький вепрь рос и рос, пока не заполнил своим гигантским телом всю вселенную. Он громогласно рычал. Все полубоги и святые были удивлены и напуганы. Господь Брахма сказал, интересно, кто это? Не первое проявление из Брахмы, когда из него что-то проявляется. А Брахма даже не знает, что это. Брахма на самом деле это совершенное состояние ума. Все лучшие качества нашего ума, которые существуют, они есть в Брахме. Но видите, даже Брахма спасавал. Он говорит, кто это? Я думаю, это верховная личность Бога. Он явился нам чудесным образом. Вот, видите, даже он не сразу сообразил. Звук его рыка был очень сладостен и благотворен. Господь Брахма, Своямбхуваману и другие мудрецы, жившие на разных планетах, таких как Джаналока, Тапалока, Сатялока, стали воспевать особо ведические мантры, чтобы почтить Господа. И Господь Вишну явился, чтобы спасти землю от уничтожения. Перед тем, как войти в воду, Господь вознесся на небеса и взмахнул хвостом. Волосы Господа встали дыбом на его плечах, и он ударил ногами облака, так что они разлетелись во все стороны по небу. Он был более чем прекрасен. Его клыки сияли ярче, чем миллион солнц. Он был... Это был Господь Хари, Господь Вишну Нарайана. И это была его лила, его божественная игра. Господь Вараха прыгнул в океан Расатала, подхватил землю. Океан взмолился Господу Варахе. «Ой, Высший Господь, пожалуйста, защити меня!» Тогда Господь поднял землю из воды на своих клыках и поместил ее на поверхности океана, где она плавала раньше. Тем временем демон Хераньякша напал на Господа с огромной палицей и другим оружием. «Господь Вараха убил демона в воде, так как крокодил убивает слона». Хоть тот и пытался отразить натиск Господа. Ну то есть, получается, видите, он для того, чтобы уничтожить демона, он пришел в положении, когда он находился ниже самого Господа. Ой, простите, не самого Господа, извините, а демона. То есть, здесь сравнивается, как крокодил убивает слона. Крокодил выпрыгивает из воды, хватает за определенную часть тела и потом уже добивает. Либо воду затягивает и так далее. То есть, это всегда коварное убийство. Но, естественно, крокодил уступает слону во всем. Да, то есть, крокодил довольно уязвим, слон превосходит крокодила по силе, массе, по объемам, да по всему, в десятки раз. Соответственно, и Вараха уступал. Но он, видите, придя в более худшем состоянии, он все-таки проявился и уничтожил того, кто обладал такой мощью. Хоть кто-то пытался отразить натиск Господа. На самом деле, есть даже писания, в которых описывается, как происходила эта битва. Там сложные такие действия происходили. Весьма интересно, но не просто так все, знаете, как вот пришел, увидел, убил. То есть, были какие-то такие. Но это опять-таки, мы без всего этого бы не поверили, что это происходило, если бы не было подобных описаний и так далее. Так, увидев это мудрецы во главе с Брахмой, окончательно убедились, что перед ним, с ними сам Господь. Верховная личность Бога в глубоком почтении склонились перед ним. С великим благоговением мудрецы вознесли свои молитвы. Выслушав обращенные к нему молитвы у великих мудрецов, Господь коснулся земли своими копытами и положил ее на воду. Так, как Верховная личность Бога, Господь Вишну Нараяна, защитник всех живых существ, поднял землю из океанских глубин и положил ее на воду, возвратился в свою обитель. Когда человек с верой... Так, давайте еще раз зачитаю. Так, Верховная личность Бога, Господь Вишну Нараяна, защитник всех живых существ, поднял землю из океанских глубин и положил ее на воду, возвратился в свою обитель. Когда человек с верой и преданностью слушает или пересказывает это благое повествование о Господе Варахадееве, заслуживающее того, чтобы быть рассказанным, Господь, находящийся в его сердце, получает огромное удовольствие. Удовольствие. Тот, кто сумел угодить Верховной личности Бога, достиг всего, поднявшись на трансцендентный уровень, человек осознает ничтожность всех своих прочих достижений. Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, сам возводит на вершину совершенства того, кто занят трансцендентным любовным служением ему. Кто, кроме тех, кто является людьми, сам может существовать в этом мире, не стремясь к достижению высшей цели? Кто откажется от нектара повествований о деяниях личности Бога, нектара, который способен избавить человека от всех материальных страданий? Еще раз, друзья мои, подчеркиваю, здесь важно понимать, избавление от материальных страданий, это не значит, что вы, избавитесь от всего, что связано с материальным миром. Нет, избавиться от материальных страданий, это еще подчеркивается, что человек избавляется от наличия плохой кармы, соответственно, благополучие приходит в его жизнь. Благословение богини Лакшми, благополучие приходит в его жизнь. И это возможно только лишь путем служения. Иначе, следуя какому-то другому пути, нужно ожидать, что Господь вараха явится и шпохнет по голове булавой, и все на этом закончится. Хорошая, интересная, поучительная история. Всем спасибо. Еще раз хочу сказать, делитесь знаниями друзьям, близким, да, и каждый из вас может получить подобное благословение, просто прослушивая данную историю. Все, всем спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok